С вами Киномаг, а это Манекен. Волшебное кино из волшебной эпохи Голливуда. Фильм начинается в Древнем Египте. Симпатичная девушка Эмми, прячется в погребальной пирамиде от ее матери, которая хочет брак по расчету. Эмми молится богам спасти ее и найти свою настоящую любовь в будущем. Боги отвечают на ее молитвы, и Эмми внезапно исчезает на глазах у матери. Мы переносимся в Филадельфию 90-х годов. Джонатан Свитчер, скульптор по образованию, доделывает свой очередной шедевр. Сборка прекрасного, идеального манекена хоть и заняла много времени, но он очень доволен результатом. Хотя Джонатан старательно выражает свою страсть к творчеству, начальство его не одобряет. Узнав, что он провозился с последним манекеном уйму времени босс решает его уволить. На следующей работе он подрабатывает на детском празднике. Жираф, пони, обезьянка, любая прихоть для маленьких сорванцов. Тут появляется наглый мальчик, сынишка отца, закатившего праздник и просит самый большой шарик с логотипом компании. Мальчик злостно настаивает, и Джонатану ничего не остается, кроме как пойти у него на поводу. Конечно его моментально увольняют. На другой работе, скульптор обстригает изгородь в виде огромного зеленого зайца. Работодатель в бешенстве, он увольняет его за то, что тот потратил слишком много времени и отклонился от установленного образца. Вечером, на мотоцикле, он едет в бизнес-центр, подружка работает в крупной компании, носит дорогой костюм и стыдится своего спутника. Она мечтает поужинать в шикарном ресторане, но у свитчера, финансы поют романсы, и он предлагает романтичную прогулку по парку с мороженкой в руках. Рокси, карьеристка по жизни, узнав, что его выперли с очередной подработки, бросает его в тот же вечер. В довершении прекрасной недели начинается дождь, а байк как назло перестает заводиться. Уставший и подавленный Джонатан тащит байк на себе, но проходя мимо универмага, мельком узнает свой идеальный манекен в витрине. Джонатан творческая личность, он заявляет, что она первая, кто заставила его почувствовать себя настоящим артистом. Свет в витрине гаснет, и он решает приехать сюда на следующий день, байк внезапно заводится, и он попрощавшись довольный уезжает домой. На следующий день, фирма в которой выставлен его манекен празднует свое столетие со дня основания. К открытию приезжает милая старушка, владелица компании. Рабочего, который удерживает вывеску, сбивает с ног случайный прохожий. Вывеска летит на бедную бабулю. Джонатан вовремя спохватившись, отталкивает пожилую женщину с места падения вывески и таким образом спасает ее от неминуемой гибели. Миссис Клэр Тимкин в благодарность нанимает Джонатана на работу. Она показывает ему роскошное здание и рассказывает историю бренда. Мы видим мистера Ричардса, он ведет переговоры с конкурентами и рассказывает, что дела у компании миссис Клэр идут плохо и что бабуля скоро будет вынуждена продать компанию в убыток. Мистер Ричардс – корпоративный агент из конкурирующего универмага Иллюстра. Миссис Клэр нанимает Джонатана, к большому огорчению менеджера Ричардса, который назначает Джонатана обыкновенным упаковщиком. Окрыленный Джонатан звонит бывшей подруге Рокси, она рада, что у него появилась хоть какая-то работа. Он пытается вернуть подругу и приглашает ее в ресторан. После, он исследует здание в поисках своего манекена, Ричардс ему не доверяет и следует везде за ним. Наконец он ее находит и признается манекену в любви, как и все художники Джонатан влюбился в свое творение. Внезапно, его откровение слышит ярко одетый декоратор. Голливуд Монтроуз, и Джонатан становятся друзьями. Той ночью они строят витрину с манекеном Джонатана в главной роли. В коридоре он встречает капитана Феликса Максвелла, они обмениваются колкостями. Ночной охранник недолюбливает темнокожего декоратора Голливуда Монтроуза, а когда узнает, что парень работает вместе с ним у них происходит небольшая стычка. Когда Джонатан остается один, манекен, которым он одержим, оживает. Душа Эмми, богиня из Древнего Египта переносится в манекен. Эмми говорит, что существовала веками, являясь музой различным великим художником. Она объясняет, что может явиться ему только тогда, когда они одни, а все остальные видят в ней манекен. Парень думает, что у него биполярное расстройство психики, но девушка-манекен реально, она даже стреляет в него из гвоздомета и рассказывает, что хочет, чтобы он одевал ее каждый день в новое платье. На следующий день он просыпается в витрине магазина, на улице за парочкой наблюдает местный интеллигент, поэтому девушка снова переродилась в пластиковый манекен. Он срывается к Рокси, пропустив вчерашний ужин он чувствует себя виноватым, но еще он хочет рассказать про удивительный манекен, который ожил и разговаривал с ним. Тем временем у магазина настоящая давка. К удивлению его недоброжелателей, популярное украшение витрины Джонатана привлекает большую аудиторию. На собрании правления Ричардс предлагает уволить Джонатана якобы за то, что он выставил компанию в дурном тоне. Игнорируя Ричардса, члены совета продвигают Джонатана на пост визуального мерчендайзинга. Ричардс знает, что у капитана Феликса и Джонатана натянутые отношения, он просит его присматривать за молодым визуализатором. Глупый капитан с радостью соглашается на призыв управляющего, ведь он, как и Ричардс, недолюбливает молодого выскочку. Они вместе с Рэмбо, так зовут собаку капитана, пытаются нащупать подвох в парне. Капитан пытается натравить пса на Джонатана, когда тот забегает в лифт, происходит то, чего капитан точно не ожидал, собака поджав хвост пулей вылетает из кабинки. Рэмбо испугался ожившей девушке манекена. В тот вечер Джонатан с красоткой с легкостью оформляют ночную витрину. На следующее утро, витрина вновь собирает толпу, миссис Клэр возбуждена, она никогда еще не встречала настолько талантливого юнца. Паренек, как заправский вампир, не спит по ночам, но к обеду уже без силы валится с ног. Так случилось и в этот раз, но телефонный звонок рушит идиллию, на аппарате бывшая подружка Рокси, она уговаривает его пообедать с ним. По приказу шефа, подружка пытается завербовать Джонатана в контору конкурентов, там, где она работает в данный момент. Но Джонни уже не тот мальчик на побегушках, что был ранее, к тому же, у него уже есть любимая работа, сказочная девушка-манекен, и полный соцпакет с бесплатной столовкой. Он отказывает Рокси и возвращается домой. Отношения Джонатана и Эмми процветают в течение следующих недель, каждую ночь она помогает ему создавать фантастические витрины. Впечатленная его работой, Клэр продвигает Джонатана до вице-президента модного дома. В иллюстре дела наоборот идут под откос, прибыль компании падает, конкуренты не дремлют, и поскольку дизайн витрин Prince & Company приносит им огромное количество клиентов и прибыли. Исполнительный директор иллюстра решает переманить Джонатана. Он еще раз отправляет его старую подружку Рокси попытаться уговорить Джонатана работать в их компании. Джонатан отказывается, сообщая, что у него есть друзья, которые его любят и кое-кто, кто сделал его счастливым. Они понимают, что Джонатан, кажется, зациклился на одном из манекенов и строят планы украсть Эмми. Недавно уволенный Ричардс приглашает тупого капитана на собеседование в иллюстру, там его вербует начальник, он предлагает ему похитить манекен Джонатана. Феликс с радостью соглашается на опасную авантюру. Следующей ночью, они с Ричардсом планируют вооруженный налет на модный дом, с целью похитить любимый манекен декоратора, но Джонатан уже не представляет свою жизнь без Эмми. Каждый вечер он рассекает на Красном Харлее, катая свою музу по ночному городу. Начинается погоня, Эмми провоцирует капитана, и он перестает себя контролировать. Оторвавшись от преследователей, Джонатан и Эмми катаются по городу и романтично проводят время. Вернувшись в магазин, он признается девушке в любви, Эмми пора в витрину, и Джонатан мирно засыпает. Ричардс и Феликс врываются в магазин и ищут Эмми. Не способные отличить один манекен от другого, они просто крадут каждый женский манекен. Эмми, вернувшись в шоурум, попадается в лапы воришек. На следующее утро Голливуд будет Джонатана, он объявляет, что пока тот мирно спал, грабители зачистили шоурум и пропали несколько манекенов, в том числе красотка Эмми. Джонатан сразу же подозревает иллюстру, он просит Голливуда подбросить его до конторы. Ворвавшись на совещание, он пытается разузнать, куда злодеи спрятали его Эмми. Хитрый начальник сразу же делает парню щедрое предложение, но Джонатану плевать на работу в иллюстре, ему плевать на босса, ему нужен лишь манекен. Взбешенная Рокси сильно ревнует и выбегая из офиса, клянется, что Джонатан больше никогда не увидит Эмми. Джонатан преследует Рокси, преследуемый дюжиной охранников. У Феликса новый пес, овчарка по кличке Терминатор, он натравливает собаку на скульптора, но Шарик не слушает команды глупого охранника и пробегает мимо Джонатана. Погоня продолжается, охранники разносят пол магазина, но так и не могут поймать Джонатана. Тем временем Рокси пытается насолить бывшему приятелю, она планирует уничтожить манекены, а вместе с ними и все улики. Она включает огромный шрёдер на полную, последний по ленте, к неминуемой смерти беспомощно двигается Эмми. Охранники почти что скручивают парня, но тут на помощь приходит Голливуд, он обстреливает охранников пожарным шлангом, высвободившись Джонатан бежит прямиком по следам Рокси. В последний момент он запрыгивает на загрузочную ленту конвейера и хватает Эмми, все еще застывшую в форме манекена. Когда Джонатан пытается вытащить ее, Эмми оживает и впервые остается человеком перед другими людьми. Джонатан, рисковал самым ценным, своей жизнью, тем самым он рассеивает чары, и девушка теперь останется в форме человека навсегда, она безумно рада, они с Джонатаном целуются. Врываются Феликс и его товарищи охранники, за ними следует Верт, который пытается арестовать Джонатана за вторжение. Но появляется Клэр, обвиняя Ричардса и Феликса во взломе и проникновении, крупной кражи и похищении Эмми, в то же время обвиняя Верта в заговоре, демонстрируя доказательства от недавно установленной системы видеонаблюдения в магазине. Верта и его соратников арестовывают и увозят прочь, и он увольняет Рокси, пока его вытаскивают. Джонатан и Эмми поженились в витрине магазина. Клэр – подружка невесты, а Голливуд – шафер, а также многочисленные прохожие, наблюдающие, как они обмениваются клятвами. Манекен – это очень хороший образец ныне почти забытого жанра, легкой романтической комедии. Фильм пропитан атмосферой конца 80-х годов и имеет неплохой темп повествования. Надеюсь, фильм пришелся вам по душе, а чтобы не пропустить следующий, рекомендую подписаться на канал. До новых встреч, пока!